Привет, дорогие зрители! И сейчас вообще вот никакого трендежа сразу же к делу. Отношения. Как заиметь много друзей, будучи парнем украинским за границей, и быть более привлекательным для противоположного пола? Как вы помните, в одном из предыдущих видео я сказал, что я не буду рассказывать, как быть более привлекательным для представителей вашего пола. Это вы просто переходите на другие каналы. И первая вещь, которая, пожалуй, самая интересная, ведь, как я уже понимаю, в основном в современном мире доминирует обучение, как сказать, семейного способа быть привлекательным. То есть будьте более утончен, будьте более красив, будьте более, как бы сказать, больше, хотел сказать, сливайся с массой, но, грубо говоря, соответствуй каким-то общепринятым голливудским стандартам. И как бы не то, чтобы я сейчас не ношу какую-то кофту с интересной, блестящей эмблемой на ней. Не знаю, может даже какой-то популярный бренд. Ой, там что-то написано. Кутюр. Кутюр. Ну, в общем, я не говорю, что я такой весь непревозносен. Короче, я не какой-то просветленный человек, который вам говорит, что «Ау, нет, это все не имеет значения». А, однако, несмотря на то, что это может быть неплохим глянцем, то, что вызывает вот эту такую, грубо говоря, самое первобытное и такое дикое желание, ну, или же реально иметь бизнес с вами, или же быть близки, быть в близости с вами, это совсем другие качества, которые не имеют ничего общего с внешним. И таким образом мы… Блин, я все это время закрывал текст. Вот капец. Как, как… Господи, как сложно с этими широкими плечами. И вот первое… Первый пункт, мы к нему очень логично подходим, это то, что у тебя, как у парня, привлекательность в поведении и контексте. Объясняю. В поведении… Вот я начну с контекста, потому что контекст – это самое легкое. Наверное, все смотрели эти американские шоу, и где все девчонки хотели быть с лидером команды по американскому футболу. Такой очень стереотипный персонаж. Да, он ведет себя как быдло. Скорее всего, не носит даже самую крутую одежду. Но в контексте он лидер, он проявляет вот эти максимально… Блин, как-то сырые, блин, по-английски это хорошо звучит. Но вот максимально нефильтрованные мужские такие дикие качества там… Все время там постоит за себя, за своих братюнь, не фильтрует, что он говорит, максимально прям в своих намерениях. Вот красавчик, грубо говоря. И несмотря на то, что, может быть, он иногда и не ведет себя максимально правильно, он все равно остается в, так сказать, контексте той ситуации, в которой его находят его друзья и девушки, он остается лидером, и их избирательный фокус не замечает, что он может не моется. Нет, они видят, что у него там широкие плечи, или же он быстро бегает, или же он может быстрее всех выпить кухоль пива, что угодно. А вторая вещь – это вот то, что я бы сказал более полезно для нас, поскольку вот забавная вещь, когда ты парень за границей, ты как бы… У тебя контекст, что ты всегда выделяешься, вот просто автоматически. Ты выделяешься, потому что ты, скорее всего… Нет, вот, кстати, забавно, на основном украинцы в Европу мы переехали, и как бы внешне мы не выделяемся особо, мы, так сказать, слились с общей массой. Однако, когда дело доходит до языка и до того, как мы все обведем, однозначно есть разница. И у меня, конечно, не хватает опыта, чтобы сказать, как это происходит в других странах, но в Исландии, пожалуй, однозначно видно, что украинцы более непосредственные. В позитивном плане этого слова. То есть не просто, что мы тупее. Нет. Вот просто как будто бы мы просто вот можем начать более свободно разговаривать в какой-то ситуации, там, где происходит какое-то бизнес-решение. И не так, что не по теме, а просто будто бы нам легче перейти с этого персонажа, которого мы должны играть в том или ином сценарии, в более искреннее и такое, я бы сказал, притягивающее общение. И именно этим есть смысл брать, когда ты подходишь к девушкам, которые тебе нравятся, и к парням, которые тебе нравятся как друзья, когда ты за границей. То есть ты подходишь и ведешь себя максимально спокойно и расслабленно. Да, кстати, наверное, вы видели этот шедевр. Не знаю. Наверное, видно. Короче, да, пофиг. Есть одна вещь, которая... Вот одно слово. Вот одно слово. Если вы ничего не запомнили из этого ролика, вот ты можешь просто сделать вот это. Вот я в конце этого видео, в конце, потому что мне надо накрутить длительность просмотра, в конце этого видео вот подниму этот великолепный самодельный плакатик, и вы увидите это. Одна вещь, которую вы если начнете делать, вот просто я вам обещаю, в три раза. Вот в три раза легче вам будет общаться с людьми, и в три раза больше людей, вы увидите, будут притянуты к вам. Просто будут хотеть вот задать следующий вопрос, узнать там, а как звали вашу собаку? Или какой другой там бессмысленный... Ну, как? Это важно, как звали вашу собаку, но какие другие темы вы обсуждаете в таких беседах, в которых нету какой-то конкретной цели. Цель как раз таки не иметь цели. Ай, как красиво. И уже маленькая подсказка, последняя буква этого слова Е. Поэтому можете оставлять свои варианты в комментариях. Так, мы прошлись по первому пункту. Твоя привлекательность в поведении и контексте. И, кстати, да, вот хочу уже добавить от себя быстренько. Получается, что тебе еще есть смысл делать? Вот это ни в коем случае не следовать чужому построению общества. Не общества, а скорее группы. То есть я о чем? Я о том, что... Вот существует интересная фраза. Говорят, лучше быть дворником в Риме, чем царем в каком-то селе. И если смотреть на суто цифры, то вполне вероятно, количество золота у дворника в Риме может быть реально больше, чем количество золота у царя в селе. Тем не менее, если говорить про максимально субъективный опыт жизни вот этих двух людей, я готов поспорить, что царь в селе чувствует себя реально раз в тысячу круче, чем дворник в Риме. Несмотря на то, что тот носит какую-то простую одежду, царь в селе, а дворник в Риме, может, не знаю, ходит в доспехах. Неважно, в чем он там ходил. К чему я веду? Я к тому, что есть смысл определить, как ты хочешь улучшить этот мир или же как ты хочешь просто помочь. Не обязательно брать, что это глобальное и фокусироваться на этом, преследовать данную цель и уже быть тем, так сказать, корнем, вокруг которого уже формируются ветки из новых бизнесов, новых идей, новых людей и так дальше. И тут ты строишь свою уже контекстуальную привлекательность, поскольку люди вокруг, особенно девушки, просто ну, они видят, что о, окей, то есть там, скорее всего, вот этот первобытный мозг просто видит, что о, круто, то есть это лидер какого-то племени. Наверное, раньше где-то в джунглях там пересекались там племена и как-то сразу видно, кто лидер в том племени, а кто нет. И там, наверное, уже не так было важно именно с точки зрения суток привлекательности, какой размер племени, какого там типа одежда, нет, какого там типа шкуры на людях из тех племен. Нет, там все слушали и, грубо говоря, вот так смотрели на просто лидеров племен. и вот подсуммируя вот это небольшое отклонение, отклонение, небольшое лирическое отступление, создавай свое, но не из позиции, чтобы тебя любили, а из позиции, чтобы сделать этот мир лучшим местом для жизни. Поведение, поведение от ждите, просто ждите. чтобы сделать поведение классным, просто нужна одна вещь, одна единственная. И она, знаете, когда будет сказано? Скоро. И вторая, вторая прекрасная, вторая прекрасная блин, я забыл слово. Вторая прекрасная мысль, которую я хотел бы передать вам в данном видео, это то, что вот, пожалуй, это максимально будет в тему для тех, кому, это искренне, на самом деле, это счастье, кому повезло иметь любящих родителей, потому что ты привык, что тебя принимают и любят просто так. Это, по-моему, самая бесценная вещь, которая может быть, потому что это не купить, потому что отчасти одна из главных целей, почему мы пытаемся как-то подняться в обществе, это чтобы получить вот это одобрение и чувство оцененности, однако ничто не заменит вот эту беспричинную и бессмысленную любовь, которую ты получаешь от родителей, в частности, когда ты маленький ребенок. Наверное, бывают еще случаи, когда это, да, бабушки, дедушки, вполне вероятно, или же приемные родители, тоже вариант, но это, наверное, чуть менее распространенный случай, но, опять-таки, возвращаясь к теме, вот этот совет будет особенно важен тем, кто, тем, кому повезло быть в этой такой приятной теплой ванне, поскольку, когда ты выходишь в real world, как бы сказал один известный инфлюенсер в пространстве, то, когда ты выходишь в реальный мир, то ты понимаешь, что количество предложений, количества разного, разной стимуляции, которая доступна, ты как бы, ты как бы, по сути, тот такой парадокс, единственное, чем ты можешь подкупить, это будучи искренним и делая вот эту вещь, которую вы, наконец-то, узнаете вот совсем через чуть-чуть, но при этом тебе надо чуть-чуточку еще держать, там, хотя бы процентов 10-15 подкупить, своей осознательности в то, чтобы быть ой, господи, такое классное слово на английском есть для этого, грубо говоря, чтобы тебя понимали в ситуации. Я о чем? Я о том, что вот я в Исландии и как бы я могу себя классно вести, там, быть максимально открытым, дружелюбным, но если я это делаю, говоря на русском языке, то я как бы меня никто не может понять и поэтому мне надо чуть-чуть добавить взгляда на ситуацию с точки зрения другого человека и начать говорить ну хотя бы на английском, в идеале на исландском, хотя, кстати, по поводу этого я вообще в следующем ролике поговорю, ну не знаю, это, наверное, будет вообще не видео этого цикла, но это вообще интересно, как себя вести по поводу изучения местного языка в зависимости от того, в какой стране ты проживаешь, это вообще это отдельная тема для разговора, но вот суть данного месседжа заключается в том, что да, ты должен поднимать свою ценность во всех сферах своей жизни, в первую очередь для себя, но при этом помнить, что маркетинг никто не отменял и твою ценность, ты должен еще уметь коммуницировать свою ценность и как один из примеров это говорить на языке, который человек другой понимает, хотя тоже я делаю заброс на одно из следующих видео, я выражу свое мнение и четко предоставлю аргументы на тему того, как вообще подходить к этой теме изучения местного языка в другой стране. и глобально идея данного посыла это сказать вам, что несмотря на то, что да, вы прекрасны, такие, какие вы есть, думайте, что хотели бы видеть люди вокруг вас и стройте такие себе каналы, через которые вы можете доставлять свою искреннюю персональность этим людям в такой способ, который они примут и поймут. Во, блин, спасибо мозг, прям идеально сформулировал. Ну и наконец-то я уже, слушайте, я уже даже сам забыл, что это такое, давайте посмотрю, что же, что же это за главный лайфхак. Это саморазвлечение. Это саморазвлечение. то бишь, когда ты подходишь к кому-то или же создаешь что-то, ты это делаешь с максимально эгоистической и такой гордовитой целью поднять себе настроение. А тут нам помогает другая вещь. Тут нам помогает другая вещь. это то, что настроение заразно. И как ты не хочешь тусить с кем-то, у кого все время грустные глаза и какое-то разозленное лицо, вот так же тебя и несознательно тянет к людям, которые улыбаются и находятся в качественном состоянии ума. И саморазвлечение помогает тебе достигать этих состояний самостоятельно и уже быть не из позиции просящего, когда ты взаимодействуешь с другими людьми в любом контексте. Бизнес, романтическом, дружеском, неважно. И как бы почему бы не научиться поднимать настроение своему себе и не зависеть от эмоционального состояния для того, чтобы подпитать себя на духовном уровне. Вот как-то так. Блин, это когда голос иногда так делает. Такое ощущение, что мне 5 лет. Может, мне и есть 5 лет. Твоя привлекательность в первую очередь в поведении и контексте. Смотри на себя как на вещь. Продукт. И саморазвлекайся. Это, пожалуй, самое главное из данного видео. Спасибо огромное за просмотр. Подписывайся. Переходи по первой ссылке в описании, чтобы получить 5 лайфхаков, которые ты можешь воплотить за 7 дней, дабы ощущать себя на седьмом небе. Они абсолютно бесплатны. И тебе это займет буквально секунд 30, чтобы получить Word файл с этими прекраснейшими активностями. Ставь лайк, оставляй комментарий. И всего наилучшего. Спасибо. Спасибо.